как подобрать субстрат для посадки орхидеи правильно в зависимости от климатических условий в какую посадку определить орхидеи если у вас всегда влажно и холодно или большую часть года жарко и сухо что имеет значение а что критически важно при подготовке субстрата к посадке какие составляющие субстрата для орхидеи являются общеизвестными и общедоступными а какие являются лишь данью моды что такое на самом деле три ферн и какое отношение он имеет корням папоротника а может быть не имеет отношения совсем какие виды или составляющие субстрата являются самыми инертными а какие самыми влагоемкими привет друзья вы на канале классика орхидейного жанра и сегодня у нас разговор о субстратах для орхидей из самых разных их составляющих ни для кого не секрет что орхидеи в целом и фаленопсисы в частности являются эпифитными растениями переводя дословно эпифиты это растение произрастающие на других растениях фарафитах или постоянно прикрепленные к ним висячий образ жизни дает природным эпифитом возможность победить в борьбе за свет забраться в те ярусы тропического леса где нет конкурентов как показали изыскания ботаников на абы какое дерево природный фаленопсис не поселится деревья с гладкой корой а также с корой с неподходящей кислотностью видовым фаленопсисом не подойдут для постоянного места жительства видовые фаленопсисы отдали свое предпочтение маховой прослойки мангровых деревьев мангровые леса это удивительные экосистемы планеты распространенные в экваториальных и тропических поясах эти деревья способны расти на границе океана и суши погруженные корнями и стволами в соленую воду особенно много мангровых деревьев в юго-восточной азии филиппины индонезия тайвань таиланд они произрастают в зонах приливов и отливов и их жизнь неразрывно связана с океаном вечно зеленые мангровые деревья имеют густые разветвленные корни способные удержать их в вязком неустойчивом грунте половину жизни эти деревья проводят стоя в соленой морской воде во время отлива вода уходит обнажая причудливые корни напоминающие ходули и именно в маховой прослойке вот на таких мангровых деревьях в природных условиях при освещенности от 10 до 12 тысяч люкс растут природные фаленопсисы и если в природе фаленопсисы столь привередливы в выборе растения фарафита то и мы не должны быть столь безответственными выборе коры для посадки фаленопсисов и здесь приоритетное значение имеет не способ обработки коры и не ее красота а ее кислотность кислотности коры основных лесообразующих пород посвящено множество научных исследований и вот почему в наших широтах на деревьях не растут орхидеи но растут другие эпифиты к ним относятся мухи или шайники почему на одних деревьях они растут а на других предпочитает не селиться все дело в том что кора разных пород деревьев показывает разную кислотность одна из них подходит эпифитным растениям а другая нет не надо пытаться изобрести велосипед и посадить орхидею в ту кору которая не подходит ей по кислотно-щелочному балансу самой подходящей по кислотности для орхидеи является кора хвойных пород деревьев такая кора для орхидеи является не только способом закрепления в пространстве но и продуктом питания это объясняется присутствием в коре органических кислот самые разные природы пальмитиновый стеариновый олеиновый линолевой и многих многих других таким образом если вы выберете кору основным компонентом субстрата для своих валенопсисов вы уже обеспечите их питание на ближайшие пару лет я еще раз акцентирую ваше внимание что кора многих других пород деревьев доступных на имеет совершенно другую реакцию щелочную и не подходит для посадок орхидей возможно ввиду своей инертности в первые месяцы фаленопсисы не проявят своей явные негативные реакции по отношению к такой коре но в дальней перспективе она обязательно проявится а теперь о размере коры как известно влагоемкость коры зависит от ее размера чем мельче кора тем больше воды она будет удерживать в посадке орхидеи такая мелкая кора используется для посадок симпозиальных орхидей и маленьких растений кроме того если вы живете в сухом и жарком климате и у вас нет других влагоемких составляющих субстрата вы должны использовать для посадок своих орхидей именно мелкую фракцию коры для большего удержания воды в посадке запомните простое правило чем жарче суши и светлее у вас в доме тем более влагоемкий субстрат вам нужно подбирать и наоборот чем в более прохладном и влажном климате вы живете тем менее влагоемким и более крупным должен быть субстрат в некоторых регионах нашей страны и в некоторых странах орхидей и вовсе могут обходиться без субстрата часто в комментариях вновь прибывшие зрители канала спрашивают у меня как я отношусь к содержанию орхидей в открытой системе посадки а я говорю что это один из самых физиологичных способов содержания орхидей содержанию орхидей без субстрата в пустых корзинках вазах или кашпо посвящен целый плейлист на канале классика орхидейного жанра ссылку на этот плейлист и я обязательно оставлю в описании под этим видео и в первом закрепленном комментарии под ним поэтому если у вас много времени и не так много орхидей открытая система посадки для них вам наверняка подойдет альтернативой для открытой системы посадки в прохладном и влажном климате являются посадки в прочие инертные материалы разумеется в пробку или на кусок лавы вы можете посадить свои орхидеи и в другом более жарком и сухом климате просто вы должны знать что вам придется уделять таким посадкам гораздо больше времени нежели в классических такие субстраты химически инертны то есть не создадут для ваших орхидей никакой среды не положительные для них не отрицательной такие инертные субстраты и даже составляющие из таких субстратов не принесут орхидеи никакой пользы они могут быть использованы орхидеи только лишь в качестве источника закрепления в пространстве иными словами закрепиться за них орхидея сможет зафиксироваться в пространстве да но источником питания такие субстраты быть для орхидеи никак не могут если вы думаете что единожды посадив орхидею в пробке керамзит или пенопластовые шарики вы сможете о ней забыть то есть никогда и ничего больше с ней не делать то вы глубоко заблуждаетесь если вы хотите чтобы в таких посадках ваша орхидея росла круглый год не имея периода вынужденного покоя то вам придется постоянно круглый год подпитывать орхидею а на этом канале не используются химически синтезированные препараты а только экологически чистые природные и лекарственные способы ухода за орхидеями основным источником азота фосфора и калия для этой орхидеи посаженной в пробку явился лукаво-чесночный настой подробнее об источниках натурального природного и органического питания орхидей вы можете узнать из плейлиста целебные снадобья для орхидей я еще раз акцентирую ваше внимание что вместо пробок в этой посадке может быть все что угодно другое химически инертное от пенопластовых шариков и керамзита до камней из органических посадок когда орхидея не только может закрепиться на объекте посадки но и получить из него питание по-прежнему лидирует посадка на блок как я уже говорила это самый естественный самый натуральный и самый природный вид посадки для этого вам понадобятся всего две составляющие блок из коры хвойных пород деревьев и живой мох способный к этому блоку прирасти и вот здесь очень важно понимать те самые разработки наших ученых которые доказывают что не всякий мох способен расти на коре деревьев и не всякий захочет это сделать кислотность блока должна соответствовать кислотности той коры деревьев на которой этот мох привык и способен расти и если знаний в области ботаники у вас достаточно подобрать мох и кору дерева не составит никакого труда не пытайтесь прирастить к блоку тот мох который не способен и не в состоянии жить на блоке например мох сфагнум или болотный мох иными словами не надо заставлять лайку или хаски жить на экваторе лучше всего посадка орхидеи на блок будет чувствовать себя во влажном и прохладном климате при достаточном количестве солнечного света но и в более сухих условиях обыкновенной квартиры многоквартирного кирпичного дома к посадке на блок можно найти подход как показала наше общение в одноименном телеграм канале такая посадка является мечтой многих участников канала подробно останавливаться на посадке орхидеи на блок я не планировала в этом видео но обещала показать как это выглядит в домашних квартирных условиях именно два этих компонента субстрата кора и мох будут абсолютно самодостаточными в любой другой посадке орхидеи иными словами посадка орхидеи может быть для вас абсолютно бесплатной если вы сможете набрать в лесу коры хвойных пород деревьев и обыкновенного лесного мха при этом я хочу вас предостеречь если вы не можете отличить здоровую кору или здоровый мох от пораженных вредителями болезнями или грибами лучше эти компоненты субстрата приобрести заготовка коры хвойных пород деревьев для ее дальнейшей реализации предусматривает особую обработку коры от вредителей и болезней вы можете самостоятельно подготовить кору к использованию если вы сами заготавливаете ее в лесу для этого достаточно прогреть кору в духовке при температуре 300 градусов цельсия или проварить прокипятить около получаса кора заготовленная в промышленных масштабах предварительной подготовки к использованию не подлежит на мох такая подготовка не распространяется его нельзя не кипятить не прогревать в духовке что же делать мох принесенный из леса или из сквера рядом с домом достаточно промыть под струей проточной воды и оставить на карантин на один-два месяца не забывайте мох живой и он тоже подвержен болезням как и любое другое живое существо а заболев сам мог может в дальнейшем заразить вашу орхидею не все виды мха можно использовать для посадок орхидей и об этом я тоже рассказывала в своем телеграм-канале детальное рассмотрение видов мха тоже не являются целью нашего сегодняшнего видео поэтому мы не будем этого делать а остановимся на одном из самых основных видов мха используемых в посадках орхидей и это мох сфагнум сфагнум наиболее распространенный на территории нашей страны мох это торфяной болотный мох его можно купить в сухом виде или заказать на общедоступных маркетплейсах в подсушенном но живом виде в воздушно сухом состоянии сфагнум способен поглотить примерно в 20 раз больше воды нежели собственная масса что в четыре раза превосходит возможности игроскопической ваты отсюда и название мха сфагнас по-гречески губка сфагнум используется в растении и водстве в обоих состояниях и в живом и в сухом в нашем регионе в пределах городской или пригородной доступности сфагнум не растет поэтому я выращиваю его в условиях квартиры обыкновенного многоквартирного кирпичного дома все что нужно для успешного роста сфагнума в квартирных условиях это достаточное количество воды и солнечного света пожалуй вот этих двух составляющих коры и мха уже было бы достаточно для того чтобы завершить это видео о субстрате все остальные составляющие или компоненты добавки к субстрату существенные роли и значительного влияния на развитие орхидеи по большому счету не имеют но давайте поговорим кратко и о них все видео о дополнительных компонентах субстрата для посадки орхидей предоставлены участниками телеграм-канала классика орхидейного жанра за что всем им огромная благодарность сейчас на ваших экранах дополнительный компонент субстрата для посадки орхидей лечу запон использовать лечузу как основной и единственный компонент субстрата для орхидей нельзя лечу запон состоит из очищенной пемзы циолита вулканической породы или лавы и удобрений в субстрате используются азотно-фосфорно-калийные удобрения сроком действия от 6 до 12 месяцев то есть пролонгированного действия если в посадку с орхидеи добавить слишком много лечузы с удобрениями пролонгированного действия а в дальнейшем по незнанию продолжать ее удобрять ничего хорошего из этого не получится по сути потребитель приобретает пемзу копеечный циолит и лаву облеченные в красивую упаковку по дорогущей цене практически то же самое можно сказать о другом компоненте субстрата который тоже недешево стоит и это циафлора что же такое циафлора на самом деле как заявляет сам производитель продукт циафлора создан на основе природных циолитов одним из назначений данного продукта является снижение кислотности субстрата в случае выращивания орхидеи это абсолютно не нужно делать посмотрели на дорогостоящую циафлору запомнили как она выглядит а теперь я покажу вам копеечный аналог более дешевыми аналогами циафлоры с подобными функциями и назначением являются диатомитовая крошка опока и кремневит сейчас на ваших экранах диатомитовая крошка которая не визуально не функционально не отличается от циафлоры а стоит на порядок дешевле обращаю ваше внимание что это добавка к субстрату защелачивает грунт поэтому много в посадку ни циафлоры не кремневита не диатомитовой крошки не опоки добавлять не нужно одной двух столовых ложек на посадку будет достаточно еще одна дорогостоящая добавка к субстрату серамис серамис это не что иное как высококачественная глина как утверждает производитель пористые гранулы впитывает влагу питательные вещества и отдают их корневой системе растения по мере необходимости работая как система автополива прошу заметить что обыкновенный глиняный черепок справился с этой задачей еще лучше то есть если у вас есть глиняные черепки от старых глиняных горшков или даже кирпичная крошка все это подойдет для посадки орхидей и выполнит поставленную задачу без переплат если мох в вашем регионе не растет а воду в посадке орхидей нужно сохранить для этой цели вам подойдут кокосовые чипсы но предварительно для посадки их нужно обязательно подготовить посмотрите как выглядит вода после первичного замачивания в ней кокосовых чипсов и кокосовые чипсы и кокосовое волокно необходимо предварительно в течение недели вымачивать в воде ежедневно воду желательно менять менять и замачивать до тех пор пока вода не перестанет окрашиваться то что сейчас на ваших экранах называется триферн а в русскоязычном орхидейном сегменте это принято называть корнями папоротника но только исключительно в русскоязычном орхидейном сегменте во всех других местах это называется древовидным папоротником что же на самом деле представляет собой триферн давайте почитаем на английском что пишет производитель тропический субстрат изготавливается из стебля курипаки новозеландского древовидного папоротника его собирают под строгим контролем правительства новой зеландии субстрат из стебля папоротникового дерева уникален по сравнению с другими тем что он обладает способностью удерживать влагу не разоболачиваясь он медленно компостируется и является отличной средой для выращивания живых растений особенно орхидей к слову сказать для тех кто не знает под землей у древовидного папоротника тоже ствол или стебель правда видоизмененный и называется он резом триферн достаточно дорогой субстрат и в зависимости от вашего бюджета может использоваться как дополнение к вашему основному субстрату или как самостоятельный субстрат для вашей орхидеи рачительные японцы нашли альтернативу дорогущему триферну и стали использовать корневище из предаточных корней папоротника орлика пожалуй о субстратах точно так же как и о жизни орхидеи в целом можно говорить если не бесконечно то часами при этом достаточно запомнить всего одну простую истину чем суше и жарче у вас в квартире тем больше влагоемких компонентов субстрата должна содержать посадка орхидеи и наоборот к влагоемким и взаимозаменяющим компонентам субстрата относятся мох кокосовые чипсы триферн и даже поролоновая губка к слову сказать еще 15-20 лет назад в посадке голландских орхидей можно было легко найти резаную поролоновую губку и это было вполне нормальным а завершая свой сегодняшний рассказ о субстратах я хочу показать вам видео с ответом на вопрос так какой же грунт нужен орхидеям какой грунт лучше всего для орхидей не знаю как для орхидей для меня самый удобный вот такой то бишь никакой когда орхидей немного самый лучший и удобный способ выращивания многие зрители уже определили для себя способ посадки орхидеи и субстрат который они будут применять а какой субстрат используете вы напишите об этом в комментариях а пока вы пишите и любуетесь этой неземной красотой я напомню вам что 24 минуты вы провели на канале классика орхидейного жанра и если это видео вам понравилось если оно показалось вам интересным или оказалось для вас полезным поставьте пожалуйста пальчик вверх под видео подпишитесь на канал если раньше вы этого не сделали жмите на колокольчик чтобы первыми получать уведомления выходе новых видео и оставайтесь со мной ведь впереди у нас наверняка очень много интересного спасибо наталья за то что они смело купаются принимают душ заливаются водой в общем наслаждаются жизни цветут